Вчера сопредседатель фракции оппозиционного блока Верховной Ради Александр Вилкул встречался в Страсбурге с вице-президентом Европарламента Ричардом Чернецким. Говорили о минском процессе и положении дел в Украине. А в это же время, как оказалось, в Украине в Днепре местные налоговики организовали внеплановую проверку этого нардепа и обвинили его в неуплате налогов на сумму 20 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила главный фискал Днепропетровской области Оксана Тамчук. Вилкул также отреагировал на это в соцсети, но мы решили разобраться в ситуации и связались с народным депутатом. Сейчас с нами на прямой связи. Александр, добрый вечер. Хорошо ли вы меня слышите? Расскажите, вы правда не заплатили 20 миллионов гривен налогов, как об этом сообщает главная представительница налоговой службы Днепропетровской области? Добрый вечер. Слышу я вас отлично. О результатах, как они это называют, позаплановой документальной невыездной перевирки я узнал вчера, находясь, как вы правильно сказали, в Страсбурге. Но мне не привыкать. У меня это уже почти 20-е, наверное, уголовное дело. Сначала первые три года проверяли мою деятельность на посту губернатора Днепропетровской области. Под лупой, с микроскопом изучили каждую мою подпись. И лучшие специалисты СБУ, и прокуратуры, и милиции, и тогда лучшие юристы Приватбанка, потому что они тогда там были у власти, изучали. Ничего не нашли. Потом, после 9 мая, уголовное дело по 9 мая. Мы это все прекрасно знаем, но тоже у них как-то не клеится, потому что тех людей, которых они назвали хорошими ребятами, ну, такими назвать сложно. Есть заявления официальной полиции, что у них найдена и кислота, и зажигательные смеси, и ножи, и балаклавы, и все прочее. И масса фотографий в социальных сетях, там, где они на груди с фашистскими крестами, выколотыми и так далее. Но, тем не менее, команда ФАС после 9 мая поступила. Ну, вот, сейчас вот эта позаплановая перевирка. Вот такие команды особо неадекватные исполнители выполняют, естественно, неадекватно. Провели эту перевирку, рассказали, что у меня не оплачены какие-то налоги за 2015 год, какие-то фантастические цифры. Я с полной ответственностью говорю, что это, ну, бред, это вообще не подтверждается ничем, это развалится в судах. Я очень сильно жду, когда уже будет окончательный акт, который мне будет выдан на руки для того, что я бы мог пойти в суд. На самом деле, это просто расплата. Тем не менее, расплата не расплата, но сейчас... Мы не гнемся за то, что мы не предаем, за то, что мы не голосуем вместе с властью. Несмотря на то, что я вашу версию поняла, замечательно, но тем не менее, сейчас и фискалы, и главный прокурор, генеральный прокурор, я прошу прощения, проанонсировал, что уже до конца лета с вас будет снята депутатская неприкосновенность. Чего вы ждете, каких шагов от ГПУ вы ждете, и как будете реагировать на них? Ну, смотрите, информация самого последнего времени. Михаил Добкин. С 2010 года уже не мэр Харькова. Возбуждают уголовное дело за 2008 год. 9 лет прошло. Вадим Новинский. Сняли депутатскую неприкосновенность, постоянно какие-то новые уголовные дела. На самом деле это потому, что мы не хотим голосовать эти медицинские, пенсионные, земельные реформы. Не голосовали за законы, которые привели к повышению коммунальных тарифов. Если говорить конкретно вот это дело, то я думаю, что оно уйдет в суды. Все это будет, я думаю, очень долго. Ну, а против меня, может, еще что-нибудь новое придумают. Я поняла, но вы какие-то шаги собираетесь сейчас предпринимать? Вы лично в этой ситуации, или вы затаитесь? Нет. Когда я заполнял декларацию, то в этом принимали участие очень хорошие юристы, в том числе международные. То есть я же понимал, что я заполняю, это первое. То есть я буду судиться в судах, у меня есть аудит моей декларации уже на сегодняшний момент. Будем дальше проводить аудиты, точно бежать никуда не буду. Вчера, когда я это узнал, встречаясь с Чернецким в Страсбурге, я сел в самолет и в 24.00 я уже был в Киеве. Точно никуда не побегу. Будем отстаивать в судах честь и достоинство. И по этому уголовному делу и по всем остальным я не знаю, что они там еще придумали. Спасибо, Александр. Александр Вилкул прокомментировал обвинение об неуплате 20 миллионов гривен налогов.